Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я приготовила для вас шикарнейшие аналоги люкса и даже один аромат и вообще бюджетные находки из моей косметички. Присаживайтесь поудобнее и поехали! Начнем мы с вами с тональных кремов. Один из моих самых любимых, это тон, который я повторяла неоднократно, несмотря на его высокую цену. Это бренд Shiseido Synchroskin Glow. Он мне нравится тем, что дает такое легкое покрытие, сияющий финиш, он смотрится супер естественно на коже, он комфортный, делает твою кожу лучше, скрывает какие-то мелкие несовершенства и вот это фирменное glow это нечто. И как же я была удивлена, когда я все-таки купила тональный от бренда L'Oreal, когда о чем-то громко, о чем-то трубят на каждом углу и когда такая активная рекламная кампания, я думаю, я подожду. И только сейчас я приобрела тональный крем от бренда L'Oreal. Это линейка True Match, только версия Nude. Это тональный крем с сывороткой, то есть он идет с вот такой пипеткой, довольно жидкий, нанесла его на кожу и я была в полнейшем восторге и я сразу же заметила и осознала, за что так сильно он мне нравится на лице, потому что они максимально похожи друг на друга. Только цена вопроса, хотя бренд L'Oreal довольно сложно назвать, прям супер бюджетным, но я купила его у нас в Росмане по хорошей акции, но даже без скидок все равно по цене выигрывает L'Oreal, а разницы на коже я не вижу. Оба этих тональных крема не могу назвать супер стойкими, но на моей нормальной, склонной к сухости коже они держатся хорошо в течение всего дня. Да, тональные кремы не матируют кожу, это именно такой фреш-глоу. Оба тональных крема имеют легкую текстуру, я бы даже сказала жидкую, они просто распределяются как пальцами, так и кистью. Спонжем, наверное, не имеет смысла, потому что он очень сильно будет все это съедать. Что касается оттенков, здесь все осень индивидуально, я то пользуюсь автозагаром, то нет, и я подбирала себе тон от L'Oreal с автозагаром, и мой слегка загорелый оттенок в Shiseido это N3, Neutral 3, а в L'Oreal это 2-3 Light, но имейте в виду, что Light здесь такой относительный, потому что он не супер светлый. Одни из моих любимых теней это Наташа Динона, я вам как-то показывала аналог ее палетки Camel, и тут я совершенно внезапно для себя обнаружила, что у меня есть еще и замена второй моей любимки, это Mini Glam. Она, правда, очень потрепанная, потому что это одна из таких подборок, которые я выбирала на все случаи жизни, она очень часто ездила со мной во всевозможные поездки, и у меня даже здесь практически отломалась крышечка. Мне здесь очень нравились цвета, потому что они не холодные и не какие-то тепло-рыжие, они скорее нейтральные, с такими оливковыми нотками, и здесь есть как матовые оттенки, так и сияющие, посветлее, потемнее, но у меня есть кое-что побюджетнее. Это палетка от бренда Eveline, у них вышла новая коллекция, она, я так понимаю, будет в стандартной продаже, и там есть три цветовых вариации. У меня есть две остальные, но, простите, я пока что их не попробовала, я никак не могла отлипнуть от этой. Причем я сначала пользовалась ею, прям наслаждалась, и только потом, когда перебирала свою косметику, я поняла, за что я ее так сильно полюбила, потому что по настроению, по цветам, они очень сильно похожи с Наташей Диноной. Палетка называется But Why Not, и здесь также собраны, я сегодня ее красилась, и матовые, и шиммерные цвета. Причем можете заметить, что в палетке от бренда Eveline здесь больше вариативность, еще больше рефилов, то есть мы сможем дольше ее пользоваться, и, конечно же, создавать больше разнообразных макияжей. Мне нравится то, что есть и светлые, и темные оттенки, и матовые, и шиммерные, то есть вы можете сделать какой-то супер прозрачный нюдовый макияж, или же более насыщенные вечерние смоки, например. В палетке есть шесть матовых оттенков, есть самые необходимые, то есть такой светлый, который не меловой, он очень красиво выглядит, даже полностью на веки, или же я часто использую его в уголке глаз, я не всегда наношу туда что-то мерцающее. Для более светлых тонов кожи посерединке шикарный оттенок, который я наношу в складку века, и далее якобы похожие оттенки, но один на самом деле чуть теплее, второй чуть более холодный. Я использую и тот, и другой, просто, знаете, куда попадет кисточка, потому что все вот эти цвета, помимо, наверное, одного самого холодного, мне подходят на все случаи жизни. Очень классный цвет хаки. Я помню, что когда-то на мне был макияж, уже не помню в каком видео, и было очень много вопросов, чем я воспользовалась. Я иногда даже им затемняю уголок глаза, вот именно внешний, и получается очень стильно два более темных коричневых оттенка для того, чтобы, опять же, создать форму, или так, как сегодня я нарисовала себе легкие стрелки. И вам может казаться, что с этой стороны у меня более темный макияж. На самом деле я уже что только не делала, чтобы картинка была одинаковой. Сейчас у меня нет возможности расставить искусственное освещение, и когда снимаешь при дневном, то, к сожалению, с этой стороны темнее, поэтому и волосы, и вся вот эта часть выглядят чуть более такой насыщенной, что ли. Но на самом деле, поверьте мне на слово, что макияж у меня одинаковый и справа, и слева. Здесь три сатиновых оттенка. Они мягкие, такие даже по ощущениям, как кремовые. Это не старь от века. Вот иногда наносишь что-то, да, и у тебя так как будто подчеркиваются какие-то заломы на коже. Здесь нет ничего такого. Ахаки, я вам сказала, вот еще такой более холодный и красивый жемчужный оттенок, но он ближе к золотому. Если у вас нейтральный подтон кожи или теплый, вам она очень подойдет и понравится. Если вы ищете что-то на каждый день, или вы хотели бы научиться краситься, но пока что предпочитаете не особо тратиться, то это просто жемчужина среди бюджетной косметики. В своих макияжах, и также бывают случаи, когда кого-то крашу, я все чаще вместо рассыпчатых теней и супер сияющих прессованных текстур использую спарклы. Почему? Потому что это выглядит легче на веках. Это делает образ таким прозрачным, что ли, но не теряется вот этот шарм какой-то интригующий, когда у нас что-то сияет, сверкает, и ты не можешь оторваться от век человека, с которым ты общаешься. И, кстати, спарклы вызывают больше всего вопросов у моих зрителей. Сегодня, например, у меня спарклы, которые я покажу вам в качестве аналога. И это то, что я предпочитаю на каждый день, когда настроение блестеть, и на все праздники. Это еще и быстро, это без заморочек. И одна из моих любимых палеток, к сожалению, это лимитка от бренда Charlotte Tilbury. Я покупала ее в прошлом году, и ее уже просто стыдно показывать вблизи. Да, спарклы имеют такой недостаток, они со временем затираются, и приходится убирать верхний слой. Как часто я бы это не делала, он быстро возвращается, поэтому уж есть как есть, но все равно на эффект это не особо влияет. Просто нужно чуть дольше потереть пальцем. И у меня есть два любимых оттенка. Я часто их смешиваю, потому что по отдельности вот эти теплые иногда слишком рыжие для какого-то образа. И будучи в Сифоре, на скидках я нашла очень классную замену, которую я намазала на себя на праздники и на всех своих близких. Это уже, знаете, как анекдот этого Рождества, потому что я протестировала все, что мне было интересно, но, слава богу, девочки были не против. Это спарклот бренда Сифора под названием Twinkle Twinkle номер 362. И, между прочим, это, я так понимаю, один из самых популярных оттенков, потому что среди огромной гаммы теней бренда Сифора этот рефил всегда затерт до огроменной дырки. Я понимаю, за что его любят. Визажисты, любители косметики, все сороки-вороны вам на заметку. Все, кто любит, чтобы что-то красиво, элегантно, вот так, не слишком нарочито блестело на веках, вам такое надо. Я все это дело наношу пальцем на уже готовый макияж в качестве такой интересной изюминки. Конечно, когда ты прикасаешься к теням от бренда Сифора, кажется, что они более насыщенные, чем спарклы, но, перенося это все на кожу, остаются отдельные блесточки. Но, поверьте мне, это не то же самое, что 20 лет тому назад. Нет, это очень красиво, современно выглядит на веках. И сегодня эти блесточки у меня на глазах. В жизни они еще интереснее выглядят, а при искусственном освещении это сказка. Причем оттенок очень универсальный. Он и не чрезмерно холодный, но и есть в нем что-то такое, как бы шампанское. Поэтому, если вы хотите что-то сияющее, вам нужно все фору за этими тенями. А, еще стоит добавить, что если на вас спарклы плохо держатся, то попробуйте наносить их на какие-то кремовые тени. Например, матовые, любые. Даже самые бюджетные берете и растушевываете там складку века, затемняете уголок глаза и потом без какой-то пудры или прессованных теней прям приклеиваете эти спарклы. Они будут держаться очень хорошо. А если у вас не держатся никакие пигменты и спарклы тоже оказываются под глазами, например, у бренда NYX есть классный глиттер-праймер. Вот поверьте, он вообще приклеит вам все, что вам нужно, и спарклы в том числе. Едем дальше. Моя обожаемая пудра от MAC, Mineralize Skin Finish. Мой универсальный оттенок Medium. Ну, как сказать, в большинстве случаев он мне подходит. Только когда я более загорелая, мне нужна чуть темнее, но я купила кое-что побюджетнее, потому что MAC это как бы недешево, но оно того стоит. Это та пудра, которая могла бы остаться со мной до конца жизни, потому что она выполняет абсолютно все задачи. Запеченная сатиновая пудра, не путайте с минеральной косметикой, это нечто другое. Но, господи, это палочка-выручалочка, когда тональный крем лег косо-криво, когда где-то не хватает покрытия, когда хочется и зафиксировать макияж, и сгладить поры, и чтобы был такой полуматовый эффект, ну, сатиновый. Я пытаюсь объяснить такими словами, чтобы вы поняли, но я эту пудру показывала в очень многих своих собиралках, и я подсадила так много людей на нее, что передайте это MAC. И все, абсолютно все возвращаются за ней. Моя мама вообще наносит эту пудру в качестве, даже не в качестве, а места тонального крема на все лицо, для того, чтобы немножечко сгладить какие-то цветовые нюансы, и убрать видимость расширенных пор, и вообще она освежает любой макияж в течение дня. Пудра, конечно, роскошная. Она не глухоматовая на лице, она оставляет такой не совсем сияющий финиш. Это не как Hourglass, но она вот делает вашу кожу такой фарфоровой, красивой, излучающей здоровье, и у вас еще и тон кожи идеальный при этом всем. И с любым тональным кремом она дружит. В общем, переходим к аналогу, а то я могу долго ее нахваливать. Я недавно была в Кико, перепробовала все, что мне было интересно. К сожалению, многое, как всегда, распродано, но что поделать. Имеем то, что имеем. Это такая же запеченная пудра с точно таким же финишем, который я только что вам описала и расхвалила. Это то, что я всегда выбираю вместо такого неестественно матового. И даже если у вас жирная кожа, попробуйте именно сатиновые пудры. Вы будете выглядеть более... Естественно, ваша кожа будет выглядеть более здоровой, потому что, глядя даже на маленького ребенка, у него кожа, они матовая. Вот знаете, прям так, как бумага, что ли. Пудра от Кико как раз даст вам такой результат, к которому многие стремятся, и я в том числе и вас тоже призываю. Это линейка Radiant Fusion. У меня более темный оттенок 0,4, потому что я брала ее для того, чтобы, во-первых, пользоваться летом. У меня нет ни единой пудры, которая подходила бы мне тогда, когда я естественным образом загораю. Это более насыщенный оттенок загара, чем от автозагара, и вообще я наношу ее еще и в качестве бронзера. Когда светленькая, как сейчас, это очень красивый цвет. Когда ты выбираешь в бутике Кико, вообще тональный крем, консилер или пудру, все кажется слишком светлым, а по факту ты приходишь домой, дома нет такого яркого освещения, и все слишком темное. Поэтому имейте в виду, что более такой универсальный оттенок это 2 или же единичка светлая. 3 и 4 это уже более загорелая история. Пудра очень приятная. Она по ощущениям практически такая же, как MAC. Для меня на лице это абсолютные аналоги. Я опять же не вижу разницы. Она тоже выровняет вам оттенок кожи. То есть это не супер пигментированная пудра. Она или для самой по себе хорошей кожи, вместо тона, или же поверх легкого тонального крема, где-то что-то подзамазали корректором, и тогда завершаем все пудрой. Или если тон лег не так, как вам хочется, какой-то тональный крем не слишком красиво выглядит на вашей коже, такая пудра способна все исправить. Или же когда я собираюсь красить глаза тенями, и хочется зафиксировать базу, я набираю немножко пудры и фиксирую базу. И когда заканчиваю особенно какой-то более интенсивный макияж глаз, я набираю такого плана пудру и растушевываю границу своего макияжа. Тогда цвета все плавно переходят в кожу и выглядит максимально красиво. Получается как размытый эффект. Эта пудра не залипает на лице, она не комкается, не оседает некрасиво в порах и хорошо удерживает макияж в течение дня. От меня рекомендация. Одни из самых популярных и востребованных кремовых румян от Rare Beauty в оттенке Hope. Все говорят, что они супер универсальные, подходящие каждому цветотипу, и их обожают визажисты. Ну, практически у каждого любителя косметики или профессионала есть такой цвет. Я сама его купила. Я долго выбирала оттенок. И вы знаете, наверное, сейчас я бы взяла что-то поярче. Потому что у меня какая-то такая склонность к супер ярким оттенкам. Вы посмотрите это в весенних видео. Но если наносить их умеренно, то они дают такой фреш-эффект. А вот когда... Я сама не знаю, чего мне хочется. Просто нужно накрасить, чтобы вообще все равно было, какие у меня будут тени, как я буду одета, куда бы я ни собиралась. Действительно, цвет феноменальный. И я могла бы сказать, что он ни на что не похож. Но не тут-то было, потому что я нашла для вас аналог. Очень красивый и естественный оттенок. Румянца. Если у вас холодный тон кожи или же супер светлая такая прям фарфоровая кожа, то, наверное, на вас в нем будет слишком много теплинки. Но для большинства людей, у кого средний оттенок кожи, какой-то нейтральный подтон, если вы загорелая девушка, если ищите что-то такое, знаете, слегонца, чтобы было видно на щеках, и вам нравится кремовая румяна с матовым финишем, то это ваш вариант. Они очень простые в использовании. Я бы сказала, что это такой суперспокойный персик с небольшим количеством розовых нот. Вот такой и в пир, и в мир, как говорится. Причем даже на губы можно добавлять. И у нас же с вами сегодня аналоги люкса. Не так ли, девочки? Это точно такой же цвет и точно такой же финиш. И вообще, как бы, зачем платить больше, если вам очень хотелось румяна от Rare Beauty. Но по каким-то причинам вы ищите что-то более доступное по цене. Кремовые румяна от бренда Avaline. Это их новинка, которую они также предлагают использовать разными способами. И на глаза, и на лицо, и на губы. Поэтому можете играться. Их там есть несколько. Но вот этот, ну вообще, один к одному. Оттенок уже вам говорю, по-моему, номер 2. Я стояла там копошилась. Около стенда, да. Номер 2. Идентичный. С вот таким большим спонжем. Упаковка несколько отличается. Все остальное, но это вообще то же самое. Вот так выглядит цвет. Супер естественный. Мне даже кажется, что кремовые румяна от Avaline чуть лучше держатся, чем вот эти. Но это смотря, чем вы их зафиксируете. Очень часто на каждый день я не использую пудру, а просто что-то легкое, уложняющее, чтобы сильно сияло. И тут румяна. Можете добавить еще жидкий хайлайтер. Это тоже матовая румяна. Здесь нет никаких блесточек. Сейчас, как мне кажется, будет тренд и акцент на всевозможные кремовые текстуры. Поэтому мы с вами поговорим еще о кремовом бронзере. У меня когда-то был такой же, но не помню. То ли в этом оттенке, то ли в более насыщенном и холодном. Неважно, мне и так он нравился. И после последней поездки, куда я потянула с собой кремовый бронзер от Chanel в такой шайбе, я поняла, что мне нужно что-то компактное. И вот эти стики от бренда Kiko, они роскошные. У меня сейчас оттенок 200. Я считаю, что это оливковый, но когда ты его растушевываешь, он не скульптурирует, а скорее придает легкий оттенок загара. Причем не рыжий, он не оранжевый. Это выглядит прям по-настоящему. Конечно, есть более какие-то кремовые текстуры, которые чуть легче растушевают, но и стоят они дороже. Например, тот же Chanel. Мне очень нравится в более светлом оттенке. Или же Fenty Beauty. Но если вы хотите научиться скульптурировать, и у вас как минимум есть спонж или кисти, то у вас с ним все получится. Очень красивый оттенок. Если хочется похолоднее, потемнее, то тогда номер 201. Я взяла себе этот, потому что я всегда что-то более такое натуральное. Очень приятный цвет, приятная текстура. И я растушевываю это все обычной кисточкой для тона. У меня в поездке с собой была такая маленькая от Real Techniques, и даже она хорошо справилась. Отменно держится в течение дня. Хорошая кремовая текстура и красивейший оттенок. Потому что часто бронзеры, так называемые, они рыжие. Буквально, знаете, как будто туда кари насыпали. Кто загорает в такой цвет, я не знаю. Но вот все, типа как терракота от Герлен, на мне смотрятся рыжими. Поэтому я всегда за такие оттенки. Еще больше сияния. Слушайте, я была в шоке. Я такое хранила в своих косметических запасах. Мне это прислали 100 лет тому назад. Ну как, может не 100, как-то в прошлом году. И то ли у меня не было настроения так краситься, то ли я глянула, подумала, что это не моя история, зачем мне вообще такое надо. И потом как накрасилась. И я сама подумала, почему я никогда не наношу такие тени. Что это такое? Это глиттер от бренда Хэан. Это польская косметика. И периодически я получаю от них пиар-рассылки, но я также многое приобретаю сама. Что это такое? Это и как бы блесточки очень многогранные. Это не какой-то один цвет. Это космос на ваших веках. И они сразу же идут еще и с базой. Я тыкнула пальцы в них. Думаю, что-то такое мягкое, похожее даже на слегка что-то вазелиновое. Как это будет носиться? Я намазалась, и пока я не смыла, они были на веках. Я правда не могла сама насмотреться на свои глаза. Я показывала вам в инстаграме и говорила, что если это будет держаться, я вам расскажу, что это. И я вам однозначно могу это рекомендовать. Это самые космические глиттеры, которые я когда-либо видела. Это такая россыпь цветов, и они так чудесно подобраны. И это не реклама, к сожалению. Есть несколько оттенков. Помимо синего, который все-таки больше отдает синим, вот попробуйте нанести это на веки. Но много не набирайте. Вот чуть-чуть дотронулись, и все. Они очень пигментированы. И как же они сияют при искусственном освещении. Я снимала это в детской ванной комнате. И вот свое первое впечатление. Я была не просто в восторге. Я даже через камеру не способна вам передать то, что они вытворяют на глазах. Если вы ищете что-то сияющее на какой-то праздник, на фестиваль, жалко, что Новый год прошел, но запишите себе или купите про запас. Это же вообще праздник к нам приходит. Смотрите, какой красивый насыщенный синий цвет. И он действительно такой. Мы делаем какую-то растушевку, строим форму, и потом наклеиваем эти блестки. И никто не сможет отвести от вас глаз. Я вам это гарантирую. Они переливаются сразу вот одновременно несколькими цветами. Например, казалось бы, в розовом есть и золотистые, и фиолетовые, и, конечно же, такие пудрово-розовые. В вот этом оттенке под названием Universe есть и розовые, синие, фиолетовые, и голубые. Это какая-то космическая фантастика. Только главное, не наносите полкилограмма этих блесток. Чуть-чуть прикладываем, растушевываем, и эффект вау вам обеспечен. У меня есть четыре оттенка. Я не знаю, сколько их там в общей палитре. Синий, конечно, самый темный. А вот оттенок Universe Bubbles розоватый, который сложно описать, Moonlight. И вот это, наверное, самое подходящее название. Здесь и золотистый, как будто серебристый, и сероватый, и голубоватый. Вот с вот этими тремя мне хочется поиграться немедленно. Это, конечно, нечто. И почему-то больше всего меня завораживает оттенок Universe. Как будто взяли все вот эти цвета, смешали, и причем он еще и супер универсальный. Культовый карандаш для губ от бренда MAC в оттенке Will. Это как темный нюд. Но он и не рыжий, и не слишком холодный. Я очень часто использую его вместе даже с более светлыми помадами. Вообще, когда не знаю, чем накрасить, соберу его, и потом буквально каждую помаду или кремовый румяна в розовом цвете растушевываешь. Получается модный такой градиент. Я нашла замену. Это карандаш от бренда KIKO в номере 33. Он очень часто распродан. И я была в вот этих бутиках KIKO, наверное, в четырех. И в одном только был единственный карандаш. Он супер популярен. И он даже еще более мягкий, более пластичный, чем карандаш от бренда MAC. Так что я перехожу на него. А если вы искали какой-то темный нюд, то в KIKO он есть. Он просто распределяется. У него супер пигментация. Можно немножко растушевать. Еще и хорошо держится. Ну, чего еще можно хотеть от карандаша для губ? Ну, оттенок, я вам уже сказала. Это для меня абсолютный аналог MAC Will. Когда-то у меня были любимейшие персиково-золотые румяна от бренда Tom Ford. И почему-то их перестали производить, как зачастую, собственно говоря, происходит с моими огромнейшими любимцами. И сейчас, к счастью, я нашла точно такой же оттенок у бренда Paese. Это их румяна с органовым маслом в номере 65. Очень красивый, освежающий персик на лето. Это будет суперэффект на коже, если еще чуть подзагорим, но безопасно с SPF. И даже когда я не пользуюсь автозагаром, все равно это смотрится уместно. Если вы не любите розовые румяна, хочется какого-то свежего персика, и вам нравится шиммер, то присмотрите. Здесь мелкий шиммер, который дает легкий отблеск. Это не отдельные блесточки на лице. Румяна невероятно мягкие, они пигментированные. И только вот на светлой коже нужно быть более осторожным, чтобы не переборщить цветом. Все остальные, любой кистью работаем, и у вас будет красивый результат. Если же у вас суперсветлая кожа, то берем кисточку из категории менее сбитых, а более пушистую. И тогда каждое румяна у вас будет наноситься вуально. Всем, кто ищет замену кремовым теням в стике от Бобби Браун и Лора Мерсье, очень рекомендую кремовые тени Кико. Когда-то о них многие говорили, а потом, мне кажется, как-то так мода на них приутихла. Очень даже зря. Я взяла себе два цвета. У меня был какой-то, но сейчас уже не вспомню. Еще тогда они мне очень нравились. 0,6 и 0,63 для смоки разной интенсивности, потому что их можно наслаивать в качестве подложки под другие оттенки. И вообще для повседневного макияжа это очень быстро, это удобно и стойко. Номер 0,6. Просто бронза. С легкой оливковой ноткой. Все, как я люблю, как мне кажется. И не слишком рыжий, и не чрезмерно золотой. Можно просто пройтись у линии роста ресниц, растушевать, добавляешь что-то в складку века и готово. Они не очень сильно мерцают, именно этот оттенок. Поэтому в повседневном макияже даже в офис будут очень даже уместны. Номер 0,63 уже теплее. Но это все равно не рыжий оттенок. Вот как-то на сводче, когда наносишь интенсивно, кажется, что это даже медный оттенок. Но потом я пробовала его красить на веки, когда растушевываю, что получается очень такой элегантный бронзовый нюд. Поэтому с ними можно играться, можно использовать абсолютно по-разному. И они мягчайшие. Они никогда не будут тянуть вам века. Но разве что вы их закроете и через 3 года вспомните о них. Они просто засохнут. Ну а так, у них такое разнообразие оттенков. И светлые, и черные даже есть. И черные с блесточками. И розоватые, и серебристые. И если вы вдруг забыли о том, насколько шикарны эти кремовые тени в стиках, то я вам напоминаю. А если не пробовали, то настоятельно рекомендую познакомиться с ними. И когда вы возьмете один оттенок, вы тут же захотите второй. Потому что они уж ни разу не уступают более дорогим. Я уже вам сказала, что у меня легкое помешательство. Или даже сильное, что тут скрывать на ярких кремовых румянах. И, наверное, прессованных тоже. Ну, во-первых, я всегда выбираю такие текстуры, которые не делают из меня матрешку. А во-вторых, такой оттенок в умеренном количестве настолько здорово пробуждает твое лицо, омолаживает и еще смотрится трендово. Сейчас такие румяна будут появляться буквально в каждом бренде. Вот чтобы ярко вырви глаз в упаковке. Но на лице это совершенно другая история. И у меня есть вот такие кремовые румяна. На самом деле, это универсальная штука, которую можно использовать и на губы, что я, собственно говоря, часто и делаю. Это бренд Armani в оттенке 50. Они только кажутся такими суперяркими. Но когда я загорела, их даже не особо видно на мне. Так что для меня это безопасный вариант ядреных румян. Очень красивая. Я нашла что-то более насыщенное, чуть более пигментированное. Но не бойтесь, это чуть-чуть не так на лице. Мы обязательно с вами будем больше краситься. Мы только приехали. И сейчас я разложу все вещи. Не хотела оставлять вас без видео. Но собираться с вами мы тоже будем вместе и во влогах, и в инстаграме. Замена кремовым румяном от бренда Armani. Еще даже более универсальный продукт, как мне кажется, от бренда NAMM. Это польская марка, которая доступна в сети магазинов Rossmann. У них вышел бронзер, скульптор и румяна даже в нескольких оттенках. Но я сразу намылилась купить себе вот такой яркий. И еще взяла себе бронзер. Только с бронзером у меня как-то возникли проблемы. Смотрите, это насыщенно выглядит в упаковке. Если выдавить много, то, конечно же, получится то, что получится. А когда растушевываешь, это очень прозрачно. Это не так сильно бросается в глаза. Это как будто вы чуть-чуть замерзли где-то от ветра или мороза. И они всегда выглядят уместно. Да, несмотря на цвет. Правдоподобно тоже, учитывая этот цвет. Как будто ты просыпаешься такой юный, отдохнувший, супер здоровый. И вы знаете, это даже не кремовая текстура. Она более жидкая, более прозрачная, какая-то легкая. Это вот жидкие румяна нового поколения. Как, собственно говоря, Армани. Прежде чем мы перейдем к аналогу Аромата, который я приберегла на самый конец видео. И я хотела бы познакомить вас не то с блесками, не то с лип-максимайзерами, не то с маслами для губ. Масло для губ именно это один из трендов этого года. Вам такое надо попробовать, потому что это даже сложно описать словами. Это средство от бренда Хеан. Я тоже как-то глянула, думаю, что-то такое сияющее, даже перламутровое в случае вот этого розового. Это не для меня. Как же сильно я ошибалась, потому что сейчас я наношу их, когда, не знаю, чем накрасится, когда у меня пересохли губы. Когда я наношу макияж, и мне нужно подготовить свои губы к матовой помаде, к стойкому карандашу, чтобы просто привести их в божеский вид. И это так приятно, это так красиво. Это вот такое гибридное средство от бренда Хеан. Розовый, с небольшим перламутром, который не смотрится так на губах. Это просто очень красивое сияние. И написано, что это блеск для губ, но это не совсем так. Они такие мягкие, они такие приятные на губах, и не совсем вот жирно-маслянистые. Это что-то в стиле, наверное, Диор знаменитых масел, но еще что-то другое. Вот чтобы вы понимали приблизительно, что это такое. Как создадут, что это косметические бренды, и потом не знаешь, как это называть. Вот на губах розовый дает легкий оттенок и чуть-чуть подпекает их. Но так, знаете, терпимо. Когда губам уже некомфортно от какой-то помады, я наношу поверх, оно не растекается. То есть не мигрирует куда-то на подбородок или область под носом. Нет, оно так и остается. Супер приятно. Не жирно, не вязко, не тянется. И визуально, когда это и блески, и ухоженные губы, и такое вот что-то необычное на губах, это визуально тоже слегка их увеличивает. Плюс, когда губы умеренно раздражаются от ментола, от перса, они, конечно же, на какой-то период становятся чуть больше. И вот этот оттенок розовый, он дольше удерживается на губах. Если вам нравится ментол, то есть и ментоловый вот этот вот чудо-блеск, масло. Но в моем восприятии это что-то такое сильно среднее и что-то сразу в одном. Он тоже поверх каких-то помад, карандашей, очень прикольно смотрится. И здесь светлые, опять же, многогранные частички. Вижу, что есть и синие какие-то, но они такие вот микро-микро-микро, которые не бросаются в глаза, но опять же очень красиво выглядят. И еще один с ментолом и с коноплёй, с каким-то конопляным, наверное, а с маслом конопляным, витамин В, витамин Е, масло ЖЖБА. Ну вот я же вам говорю, что это не просто блески для губ. И второй из вот этих светленьких, да, он чуть более прозрачный. И блесточки здесь отличаются. Не хочу никому отдавать ни один из них. Настолько сильно они мне нравятся. И прежде чем я, вот знаете, разложу их по всем своим сумочкам, закину в карман куртки, в которой я гуляю с собакой, ну, чтобы где-то там, знаете, защитить губы от ветра, от холода или восстановить их, когда все очень плохо, решила с вами поделиться. Это недорогой польский бренд, еще раз повторюсь. Ну, это что-то модное, красивое и очень приятное. Ну и аромат. Я думаю, что многие уже наслышаны. А кто-то, так же, как я, ходит вокруг да около. Руж Бакара 540. Кого-то от него уже тошнит, для кого-то это попса. Но до чего же она дорогая и такая интригующая. На ком-то она пахнет больницей, на ком-то чем-то стерильным, на ком-то это карамель с смесью, с чем-то. И я скажу вам так. У меня достаточно много ароматов. И прежде чем я куплю что-то из нишевой парфюмерии, такое дорогое, ну, мне нужно сто раз подумать. У нас в Польше есть сайт, где можно приобрести пробники. Ну, отлеванты. Маленькие или большие. Я уже устала о нем слышать. Думаю, ну, чем же все так восхищаются? Мне тоже надо. У меня был маленький пробник. И у нас я вот не видела, чтобы продавали маленькие какие-то флакончики, помимо отлевантов, да. И меня останавливала цена, потому что на мне он очень красиво раскрывался. И я не ощущала на себе ни церкви, ни больницы. Но вот нравится и подходит мне он. И тут, не стану скрывать, это не что-то, что я придумала сама. Я начала натыкаться то на одно видео, то где-то в инстаграме, в рекламе подсунется, что есть же аналог. И тут, будучи в Испании, я таки нашла тестеры. Тестеры аромата от Zara. У них, кстати, очень даже неплохие ароматы. Они часто делают, я не могу назвать это подделками, потому что и называются они по-другому, но очень часто это прекрасные аналоги или же даже лучше, не поверите. Мой муж часто выбирает для себя ароматы Zara, и он говорит, я не желаю переплачивать, я не фанат, мне нужно, чтобы нанести это, я могу ему что-то выбрать и подарить там. И он говорит, класс, класс, но сам, блин, 200 долларов я на это не потрачу. Это просто аромат. И он не раскладывает их на какие-то ноты, он там не изучает, для него приятно или неприятно. Я нашла аромат Red Temptation Tester, попробовала. Я думаю, блин, это не то, чтобы идеальный аналог, это даже вот на грамм как будто лучше. Я глянула на нашем польском сайте, я взяла себе в роллере, заплатила за него до 22,90 гроша, ну то есть почти 23 злотых. И теперь у меня аналог Rouge Baccary. Есть те, кто его на дух не переносит, говорят, что это вообще свят-свят-свят, никогда в жизни кто-то просит не пользоваться им своих близких. Но я должна признаться, что он мне очень нравится. Он такой и теплый, и холодно-землисто, какой-то моховый, что ли. Звучит, конечно, дико странно, но прежде чем вы потратитесь, дико потратитесь на Baccarou, лучше возьмите маленькую Zara, чтобы не прогадать. И мне кажется, что это аромат, от которого ты можешь устать. Он может тебе надоесть, как кирки, или о нем будет слишком громко везде, да, все будут его носить. И, к счастью, кирки, например, здесь не очень популярен в Польше, поэтому многие спрашивают, что это у тебя. Но вот, например, когда я приезжала к себе домой, все мои подружки сразу узнавали, что это за аромат. Фанатеете? Хотите, но цена отталкивает? Возьмите этот. Он и какой-то амбровый, и здесь как будто приправы, какой-то кориандр. Но это не совсем восточное исполнение. Кто-то говорит, что он супер синтетический, но Baccarou как бы тоже не блещет, вы знаете, ароматом настоящих приправ, или каких-то несинтетических ингредиентов. По моим ощущениям, это очень близко. Это как букет из пряностей, с легкой примесью сладости, цветов и жасмин. Это очень интересно. И горький апельсин здесь есть. И на мне он более теплый, чем холодный, если вы понимаете, о чем я. Потому что есть ароматы, которые, знаете, как кожа, как кожаный диван. Вот куда бы ты его ни нанес, он все равно будет вот таким, который как бы заставляет тебя даже соблюдать дистанцию. Не могу сказать, что это мой аромат. Вот я во флаконе, но под настроение очень даже сейчас хочется намазать. И он так восхитительно держится. И я нанесла его, правда, я так пшикнула, не жалея, один раз. И я целый день его ощущала. И я хотела купить его в Испании. Думаю, нет, я поношу и подумаю. Потому что если как бы нет, то оно мне не надо. И уже в дороге домой я заказала его онлайн в нашей зале. Это интересная история. И все, кто его ругает, просто не любят бакару. Для меня это даже лучшее исполнение. И я считаю, что это наша с вами вишенка на торте в этих аналогах люкса. Я сделаю подробное описание внизу к этому видео. Со всеми полными названиями, с оттенками. Заглядывайте, потому что иногда нет возможности ответить каждый. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И мы с вами встречаемся уже совсем скоро. Пока-пока.